Но прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Притовой фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Что же, вот и тот самый, самый мощный дивизион А, где коняют киберкотлеты. С вами Вархаммер, ну что же, последняя гонка Лиги ПКТ на этой неделе, дивизион А в этот раз. Табл Крик сработал. Потому что меня постоянно душат, то в чате пилотов, когда уже уйдешь в дивизион А, то комментаторы на интервью, когда уйдешь в дивизион А. В общем да, душат и душат. Сюка, не дают киберкотлетам расслабиться в В дивизионе. Ладно. Первый у нас коллекционный круг, всего их будет три в этот раз, не два как было в В дивизионе. В этот раз я более-менее третий хоть собрал, но там будет тоже очень интересный момент. Первый круг получается не очень хорошим, трасса еще не раскатана, но это не мешает людям ставить очень хорошие времена. Мэдшот в принципе поставил достаточно среднее время, минуты 24 и 7. Ну, опять же, трасса еще не раскатана, в конце концов, если она будет более раскатанной. Но Мирандик ставит уже минуты 24 и 3, почти минуты 24 и 4. Но, блин, опять же, трасса не прикатана. Я ставлю почти минуты 25, но окей, я знаю где можно улучшить. На старт с финишной прямой можно улучшить, потому что на первые попытки я после шестой переключусь сразу же на восьмую. У меня получается иногда такой интересный дабл-клик на лепестке, но опять же, руль не новый. Вот, поэтому за счет этого я там отыгрываю, плюс начинаю в арене также отыгрывать очень много времени. Две десятых почти отыгрываю, что в принципе неплохо. Конечно, на разгоне из арены я немножко проиграл по отношению к своему прошлому кругу, но все-таки везу уже. В принципе, какое-то улучшение на первом секторе. Самое главное теперь собрать хорошее улучшение на втором секторе и довести все это, конечно же, до конца. Также еще можно заметить то, что здесь участвует пилот Твайлайт, которым я боролся в Б-дивизионе. И, как оказалось, Твайлайт это именно была чисто замена основного пилота в Мерседесе. И Твайлайт будет ездить в А-дивизионе, поэтому относительно мне бояться в Б-дивизионе нечего. Ну, и обидно то, что уходит достаточно хороший и сильный соперник. В Мэггетс Бэггетс я прохожу не очень хорошо, начиная со второй части Мэггетс Бэггетс меня заносит, на третий меня очень широко выносит. И по итогу я теряю все время, которое раздобыл в первом и в начале второго сектора. В третьем я начинаю чуть улучшать, но тоже теряю на выходе после поворота из прямой Хангер Стрейта. В Клабе я начинаю выигрывать за счет более лучшего разгона, но привожу всего лишь одну десятую, и это очень и очень мало. Вот, поэтому я понимал, где я могу улучшить. И идем на последнюю третью попытку. Ну и сразу же пытаемся, соответственно, улучшить. К сожалению, разгон мне на старте еще хуже удается. Но, окей, более-менее, что я могу улучшать. Тут передо мной выезжает Снежок, и я на нем, на самом деле, саконсцентировал внимание в этот момент. Из-за этого ошибаюсь. Теряю, конечно, уже время, но на разгоне чуть выигрываю. Но если бы он бы оттормозился на пит-лейне как раз-таки, на выезде еще, то он бы мне в меньшей степени помешал. Я бы даже, может быть, отыграл бы по времени. Но, в принципе, окей, потерял я еще немного, там, пять сотых. Самое главное найти то время, которое я растерял на втором круге. И я начинаю потихоньку, потихоньку его наверстывать, выходя из Лафилда. Уже подъезжаем к Коупсу, всего лишь четыре сотых. Но я знаю, что в Мегатс Бегатс можно отыграть чуть ли не две или три десятых спокойно, потому что я там очень много проиграл, плюс еще третий сектор. Начинаем проходить, сразу же уже Дельта выравнивается в ноль, и на выходе из Мегатс Бегатс начинает сразу же улетать вверх почти две десятых. Я тут же отыгрываю от своего лучшего времени. Соответственно, если бы я еще не проиграл в первом секторе и в начале второго, то, скорее всего, я бы отыграл бы намного больше времени. Уже три десятых отыгрываю к этому моменту. Ну и подъезжаем мы к последним заключительным портам Клаб. Конечно, почти три десятых. Ну и на разгоне чуть-чуть еще проигрываю, к сожалению, но по итогу ставлю относительно неплохое для себя время, минут 24 и 5. Но можно было, опять же, лучше. Переходим к старту. И гаснут у нас красные огни, старту есть шестой позиции. Но, в принципе, я посмотрю, что у нас будут делать лидеры. Самое главное, позади меня оппонент еще проиграл свой старт, что мне дало больше пространства для маневра. И начинается борьба впереди за третью, даже вторую позицию. И три пилота сразу же сталкиваются. Двоих выносит, одного чуть разворачивает. При этом передо мной Зейдерс, который ехал, он словил 5-секундный штраф за столкновение вроде бы с мэсшотом. Мэсшот вроде бы либо со мной сливил, либо с Зейдерсом. Я точно не смогу сказать, что мэсшотом в меня еще приехал, плюс он еще получил повреждение 3-го эти крыла и делал сам за мэсшотом. Еще такой не разберите стартовый. Я выхожу сразу же на третью позицию. И причем, честно, я в этом не думал, что у нас вышла машина безопасности, а не выиска. Вы можете просто разобрать лидеры три секунды. Я только уже в момент, когда мне инженер говорит, что сейчас будет рестарт, я понимаю, а, черт у нас выиска, надо начинать давить на газ, потому что дельта большая, можно спокойно держаться за оппонентом в полный газ ехать. Ну и, собственно, так, в принципе, и происходит. И после этого я начинаю просто ехать за Зейдерсом все круги ДОС и его пидстопа. Даже с ДРС я пытался найти возможность для атаки, но у меня, к сожалению, ничего не получалось. Позади меня также будет ехать Скайфай. Ну, тут надо будет интересная борьба под конец. Ну, собственно, вот пятый круг, это один из моментов, когда я был близок на выходе из Мэггэс Бэггэс, но очень широко, опять же, вышел и из-за этого потерял всю возможность для атаки. Конечно, Зейдерс тут пытался защититься, но я даже не думал атаковать. Вышел чуть на такую дистанцию атаки, показался в зеркалах и заехал обратно. Чисто для того, чтобы немножко поймать воздух и чуть больше прижима съедать болиду. На восьмом кругу я решаю заехать в боксе, благо мне инженер подсказал то, что лучше можно даже на восьмом заезжать, нежели на девятом. На восьмом я также еще попытался обойти Зейдерса, ну, так сказать, притормозить его немного. И тут я делаю большущую ошибку. Торможение перед питлейном, и я, блять, не оттормаживаюсь. И все из-за того, что я очень рано отпускать тормоз. Я не менял точку по сравнению с Б-дивизионом. Я просто начал рано отпускать тормоз, думая то, что я очень медленно заеду в бокс, то есть я очень сильно торможусь. Но по итогу я торможусь недостаточно, и ловлю 5-секундный штраф, который нельзя оставить в боксах. И, соответственно, я буду ехать с ним уже до конца гонки. Sky-Five в этот момент 2 секундах после предстопа. И перед нами свободная дорога, нету никакого трафика. Зейдерс на конце 10-го круга заезжает в боксы. Он оставил свой 5-секундный штраф, плюс еще смена резины. Соответственно, он откатится очень далеко, и мне ничего не будет угрожать. И математически я выхожу на вторую позицию. Но 5 секунд Sky-Five позади меня, плюс, может быть, кто-то еще из ребят на альтернативной стратегии пытается за счет позднего выхода на софт нас догнать. То есть все возможно, и, возможно, я даже не приеду на подиум, но пока что все выглядит более-менее неплохо. Ну и да, собственно, пропускаем большую часть кругов, потому что я просто еду тут в гордом одиночестве, как это было почти в Б-дивизионе, но под конец все-таки был у нас какой-то экшон. Пытаюсь я всячески уехать от Sky-Five, но понимаю то, что я, скорее всего, это не сделаю. Плюс к этому моменту у меня уже было 2 предупреждения. Соответственно, мы едем с пониманием того, что лишний выход за пределы трассы, и я гарантированно получаю еще дополнительные 3 секунды, что может меня окончательно закопать, так сказать, в могилу. К 18-му кругу у нас между мной и Sky-Five 2 секунды разницы, но, но у нас заезжают последние люди, которые уже стартовали на Medium, и переходят они на софт. Снежок начинает очень хорошо отыгрывать за счет этой стратегии время, потенциально к Sky-Five, и к 21-му кругу он его проходит. И, соответственно, я понимаю то, что через пару кругов в ближайшее время он меня тоже догонит, и мне придется уже, ну, не сладко, мягко говоря. Также еще, кстати, можно отметить, как у нас перед поворотом Брукландом нету справа табличек, какие-то нехорошие люди их сбили, благо с левой стороны они остались. На 23-м кругу у меня атакует Снежок, я без проблем ему даю это сделать, потому что я понимаю то, что нет никакого смысла с ним в принципе бороться, но Снежком можно воспользоваться в другом направлении, в направлении того, что он меня увезет от Sky-Five на 5 секунд. Но, к сожалению, очень мало кругов доставалось до конца гонки. Было бы еще круга 4, я бы, скорее всего, все-таки за Снежком бы удержался и уехал бы от Sky-Five, потому что уже к 26-му кругу между мной и Sky-Five было 3 секунды. И я надеялся, может быть, что он получит где-нибудь еще штраф 33-секундный, и это мне позволит остаться на третьей позиции, но Sky-Five делает все очень хорошо. Он едет просто, аккуратно и пытается удержаться за мной в этих 5 секундах, чтобы, так сказать, занять третью позицию. Я же пытаюсь все, что угодно сделать, удержаться как угодно за Снежком, но дистанции не хватает. То есть буквально за 3 круга я оторвался от Sky-Five там на 1,5-2 секунды. За 3 круга. Соответственно, за еще 3-4 круга я бы оторвался бы еще на дополнительные 2 секунды, и между нами было 5 секунд. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Можно сразу забежать вперед и сказать, что я по итогу финишировал на четвертой позиции. Многие, наверное, скажут, что это хороший результат, четвертая позиция, почти подиум в достаточно сильном дивизионе. Но, честно, я этой четвертой позиции далеко не доволен, потому что я сделал просто, ну, банальную детскую ошибку. Не затормозил до конца на питлейне. И по итогу мог бы оказаться намного, намного выше. Четвертая позиция. По итогу, и да, хотелось бы, конечно же, подиум. Хотелось бы. Но, благо, команде я принес снова 12 очков, что, в принципе, неплохо. Так что, продолжаем как-то ехать так. Пока что замены. На этом все, ребят. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте про розыгрыш ВКонтакте. Ссылка на который находится в описании. Пока-пока и удачи вам.